доброе утро доброе утро как у тебя настроение с утра сегодня сегодня немного сонный потому что резкое падение температуры снег пошел тогда как тебе будет комфортно сегодня общаться в нашей коуч-сессии относительно наших обычных договоренностей как хотелось бы что подчеркнуть убрать и добавить да нет принципе все так и продолжаем просто могу немного оттормаживать то есть делиться где-то могу до останавливать что-то тебе возвращать да это все сегодня у нас силе да все все окей хорошо олег тогда расскажи пожалуйста что вот произошло за неделю с прошлой нашей с тобой встречи что удалось вот за неделю что не удалось с прошлой нашей встречи я в принципе поддерживаю свои какие-то действия по плану я тоже вторая неделя без добавочных сахаров в принципе я стараюсь избегать другие продукты в которые добавляются сахара там различные соусы какие-то колбасы хлеб такие штуки то есть если я читаю этикетку и там написано есть сахар я это не беру естественно фрукты я все еще ем и я пока не исключил углеводы других источников но именно вот после именно сахара я исключил я держусь две недели полет нормальный настроение нормальная энергия не падает можно продолжать я нашел для себя вариант как я буду заниматься йогой я взял подписку на тех с кем я проходил свою инструкторские сертификацию и уже мои занятия стали не просто разминкой но уже полноценные занятия по теме где я беру энергию свою точнее по теме когда я переключаюсь отключаюсь от негативного фона здесь тоже мне удается выдерживать отсутствие новостей хотя честно были сильные соблазны по освобождению херсона обстрелом стараюсь и у меня в принципе получается не не бросаться на фон на шум который в момент люди делятся люди публикуют проверенную непроверенную информацию домыслы еще что-то вот от этого мне удается отключиться но конечно аналитику я все равно потребляю в больших количествах но при этом я все равно чувствую что вот убрав из своего дня эту жвачку которая такая ее много и непонятная ее ценность чувствую что лучше сплю и я чувствую что вот сессии которые я веду для других людей они становятся более продуктивные потому что мне удается сфокусироваться на этом человеке на происходящем сессии и это тот положительный результат который я принципе очень ценю стоит работать над тем что я делаю для того чтобы иметь вот этот результат сфокусированности на дополнительной сфокусированности мое время я могу в этом времени заниматься тем что помогает и мне и людям а не просто потреблять 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 с этим все хорошо не очень хорошо было что то что не получилось что ты себе наметил на неделю и не вышло нет такого не было наоборот еще дополнительно то есть наша сессия которая была прошлой неделе она была более о том что я буду делать если будет еще какой-то форс-мажор чтобы ты будешь что вмешиваться в поставленные для себя какие-то задачи поэтому это обдумывая по результатам той сессии какие-то свои прошлые ситуации я потом перешел к обдумыванию будущих ситуациях точнее той но почему я такой задумчивый потому что я сейчас посмотрел на свои планы движение к цели и какие-то действия которые я хотел бы сделать по ходу этого движения я понимаю что я понял что они немного всем как-то по нарастающим запланированы то есть сейчас просто без сахара сначала это было без жидкого сахара потом просто без сахара потом я хочу попробовать голодание потом я хочу попробовать диету вообще без минимально углеводную и смотреть при этом на свои тесты крови и плюс внутренние ощущения проверять и видеть как это влияет на показатели реальные я понимаю что вот вряд ли я буду все это делать потом как часть свою своего состояния системного здорового а может быть буду но в любом случае мне будет сперва тяжело и вот чему я делаю это такой по нарастающий это потому что я хочу действительно что-то узнать инструментах или я хочу просто себя опять там проверить если там где-то случается форс-мажор вот то что я делаю это будет часть большого плана или это будет то что я наметил проверить и тут надо напрячься в один раз проверить поставить галочку и все вот как относиться к тем действиям которые я запланировал мне сейчас кажется я их планирую из прошлого своего там подхода когда повышаем 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 ставки повышаем повышаем ищем предел и потом с него скатываемся хотелось бы что чтобы как ну хотелось бы понимать что после нашего контракта через сто дней когда я пойму какие-то границы системного здорового состояния для себя не хотелось бы пребывать чем она длилась и вот как выбирать мне то что будет действительно меня оставлять в этом состоянии а не просто проверять гипотезы какие-то свои вот мне нужны какие-то критерии чтобы то что я сейчас пробую оно бы меня продвигало к тому чтобы у меня формировалась новая длительная привычка или набор привычек системных привычек которые влияют на системно на мое здоровье чтобы это было и после контракта да как некая система как набор системных привычек которые помогут тебе в чем пребывать в состоянии системного подхода к здоровью это как для тебя системные да ты много раз сказал слова системный как бы ты хотел чтобы это было в жизни твоей чтобы что в ней было пока что я вижу три основных направления это разум это тело и эта энергия вот эти вот три столпа которых я вижу взаимосвязь между собой где усилия в одном в одной области влияют на результаты или дополнительно усилия помощь в других двух областях это происходит тут и тогда какой жизни в своей становишься системный хорошее слово система даты и уже несколько раз вот система это для тебя чтобы было в жизни твоей что мне просто нравится я хочу это нравится нравится когда как когда оно системно когда оно системно то есть когда взаимосвязано когда что-то дополняет другое когда есть большая устойчивость то есть когда я смотрю не на не выделяю какие-то компоненты понимаю что взаимодействие сейчас если я углублюсь компонент то как это потом нужно посмотреть еще как это потом будет на всей системе отражаться а на нашу сегодняшнюю встречу какую бы ты поставил цель для себя для меня тут важно сейчас начать уже вырабатывать эти критерии по которым я все свои сейчас гипотезы эксперименты буду оценивать они могут должны ли они стать частью моей новой набора привычек а для тебя можешь пожалуйста вот немножко поделиться со мной что есть для тебя критерий что это мы будем искать это какое-то условие которому должно соответствовать это некое условие некое условие которому должны соответствовать вот то что ты назвал я правильно слышу вот три столпа или что-то еще ты хотел бы проверить по этим условиям нет не три столпа мои набор привычек которые в этих там трех областях должны ужиться между собой и быть сбалансированной опорой потому что вы видите системное оздоровление оно было бы не на не в напряг то есть нужно тратить множество усилий для того чтобы его поддерживать существование себя в нем чтобы она сама поддерживалась от результатов действия этой системы то есть критерий для проверки некого набора привычек твоих и результатом такой проверки будет для тебя понимание что там есть некая система которая поможет тебе поддерживать результат скажи пожалуйста как поймешь что это именно те критерии вот на коуч сессии как это думаешь для тебя будет не знаю для меня это же сложный вопрос потому что вообще эта тема она довольно сложная она я не уверен что я смогу ее за одну сессию разобрать честно говоря то что даже я не могу ответить на этот вопрос четко вот прям а можно пример любого критерия по любой ситуации он не изматывающий то есть это привычка не должна быть изматывающая она должна быть легкое следование она должна прижиться она должна хорошо прижиматься она не должна быть она должна ложиться на часть моих старых интересов действий не должна полностью перекраивать мою жизнь потому что это сверх усилие и сейчас это может стать больше как очередным экспериментом который через месяц-три не выгорит и я окажусь опять без системы без без опоры старых то есть с возможностью возвращения старых привычек которые уже укреплены и закреплены годами существования ты сейчас когда говорил про например критерия что сейчас происходило с тобой я что думал что чувствовал я думаю я чувства никаких чувств не изменились я просто думал то есть в результате коуч сессии для тебя как ты поймешь что это тот критерий ты будешь думать про что-то или это будет как-то еще скорее думать скорее думать что чувствовать я вероятнее всего буду замешательством я сейчас прям полностью в состоянии замешательства и недоверия к результату то есть я не уверен что можно логически это все простроить но с другой стороны у меня нет другого способа кроме как логически это простроить и потом проверить я исходя из этого заключения я вот пребываю реально сомнений и думаю останусь так же и до конца сессии и на следующей неделе еще какое-то время то есть сомнение относительно критерия будет выражаться в чем для тебя когда ты будешь думать о критерии сомнения это не критерии скорее это просто фон сейчас который есть и он будет врываться мыслительный процесс на уровне вот ощущений потому что а если гипотетически придумать что ну подумать сейчас что ты нашел критерий который твой как бы это было для тебя не знаю не знаю сложная тема возможно но я честно не знаю мне кажется это может быть и просто на уровне логики говорю так ладно это я готов испробовать и все изменится изменится ли при этом что-то на уровне чувств я не знаю я буду все так же сомневаться пока не попробую буду сомневаться то есть в коуч сессии я так слышу что скорее всего ты будешь думать то есть ты будешь оценивать критерии на уровне мыслей да каких то и тут есть как я услышала два варианта или там моими словами победит некое сомнение первый вариант и второй вариант когда ты оно меньше победит и тогда ты захочешь что-то сделать как тебе это отзывается ну да скорее всего в любом случае вряд ли я буду отбрасывать совсем полностью варианты разве что они совсем будут не соответствовать моему там внутреннему какому-то миру сформированной личности остальные надо просто пробовать то есть тут сомнения больше меньше не знаю спасибо что веришься как думаешь куда стоит посмотреть для начала чтобы исследовать про эту тему тут есть наверное небольшая жалоба ну наверное пойдем в гипотезы это гипотетический мир из того что сейчас одна из одно из действий которые я делаю которое вроде бы не сложно делать не сложно делать с точки зрения там организационной и не сложно вот кажется сейчас не сложно ее проживать с ней жить то есть вот отказ от сахара это с организационной точки зрения довольно не сложно я не исключаю что где-то при походе в кафе я получаю добавленный сахар в какую-то подливку почему-то люди любят оказалось класть сахар вообще везде и я не исключаю этого то есть я могу уменьшить походы то есть я и так особо не хожу но еще больше уменьшить походы или там спрашивать просить не надо мне сахар и так далее в принципе это возможно прожить там без вкусных колбас тоже возможно можно поэкспериментировать делать домашнее можно хлеба вот эти солодовые жить можно все без этого можно жить и это не так уж сложно но с другой стороны я обожаю мороженое вот прям я фанат мороженого я понимаю что мне не сложно вот три месяца без сахара сколько-то прожить но потом в какой-то момент я боюсь что я захочу мороженое настолько что не смогу устоять от ложечки а после ложечки я не смогу устоять там от порции а потом снова куплю себе хорошую пачечку и вот этот вот момент что сейчас я сфокусирован а потом когда не буду сфокусирован да это станет какой-то привычкой я не буду там покупать processed food какие-то колбасы не буду покупать йогурты не буду покупать солодовые хлеба ну все я просто привык но это не покупать вот но потом рано или поздно когда я привыкну к простым вещам отказ отказ легче всегда всегда отказаться проще чем удержаться чем не разрешить себе вот это и что тогда будет вот вот тогда вся моя сформированная новая привычка мне кажется она там укрепилась но потом появится старая любовь это такая долгая долгая история с мороженом в моей жизни вот а что это с точки зрения критерия вот что это тебе говорит с точки зрения если критерий поиска критерия это говорит что есть старые есть даже ну как не старые есть более глубокие привычки непривычки непривычки как это назвать бы предпочтение есть что-то более долго живущие со мной в качестве образа жизни в качестве нового в качестве там восприятия окружающего мира все как что бы ты хотел с этим сделать что долго с тобой живет с точки зрения окружающего мира его восприятия я не знаю что я могу сделать я могу сейчас пооценивать что то что было нормой долгое время и я не придавал значение его влиянию на себя поэтому оно я не задумался это о его ценности и о его влиянии если все таки сделать какую-то оценку рассмотреть я же бросил почему-то курить хотя когда я начинал это еще было на всех экранах то есть это была часть жизни общества социально приемлемая и такая это то что было на каком-то фоне вот это фоновость чего-то оно кажется создает социальную вот эту вот мозаику и вот просто одна из один из элементов социальной мозаики курение потом когда даже не внутренние ощущения а вот когда вопрос этот начал анализироваться опять-таки в социальном новом взгляде на новом посмотреть на что-то что долгое время существует и там не столько даже вот это плохо потому что там увеличивается риск рака или там вы легкие ваши похожи на тряпку а в том что просто появляется информация и ты можешь взвешивать для меня это приемлемо или нет то есть я об этом подумал и потом со временем через несколько попыток я от этого отказался и продолжаю я не чувствую уже того что это часть социальной мозаики мне легче от этого отказываться сейчас можно поделюсь да ты несколько раз сказал слово новое посмотреть по-новому это стало новым и тогда это позволило тебе посмотреть на это как на новый элемент некий новый социальной мозаики социальной мозаики что это может быть с точки зрения фокуса на критерий ну это может быть посмотреть потому что ключевое это все-таки заметить этот обыденный элемент вседневности и рассмотреть его по-новому то есть видеть его не тем привычным шаблоном которым мы даже смотрим на других людей то есть мы с первым когда встречаемся с чем-то новым мы это обрабатываем на это тратим довольно много энергии а потом делаем слепок и дальше видим человека обращаемся скорее уже к своему слепку ощущению чем к реальному человеку то же самое со всем остальным и в этом случае и мороженка для меня может быть это может быть подход к тому как это все обработать а как это бы выглядело как критерий вот ты сказал несколько для меня это как этапы ты сказал сначала важно заметить потом это обработать потом некий слепок который ты уже применяешь да вот для тебя как это как критерий может быть ну знаешь пока еще критерий нет но есть новая мысль о том что вот в тех новых привычках которые я хочу сформировать и которые будут более стабильными способствовать системному оздоровлению то мне нужно смотреть новая привычка заменяет какую привычку старую и в этой старой привычке что было для меня вот этим вот не не тяжелым легким легким элементом центром что есть центр этой старой привычки на что на что мне придется направить усилия чтобы заменить это ядро и тогда рассмотреть его по-новому познакомиться с этим ядром по-новому вот и тогда если познакомиться с ним по-новому я смогу составить для себя за и против по-другому оценить это и если я буду чувствовать что там против много что оно влияет как-то на систему сильно тогда мне будет легче от него заменять его отказываться заменять вот ну а это пока еще не ну хотя может это уже и критерии но это скорее процесс возможно мне нужны не критерии а процесс процесс который я применяю и потом уже делаю выводы да нет а вот ты говорил что важно сначала заметить да уже чтобы потом обработать чтобы переложить вот на то что ты сказал что какие плюсы были в этой привычке чтобы понять на что ее заменить да а как думаешь вот этот вот первый шаг ну назовем это процессом заметить что может помочь заметить но приходит в голову это все-таки поделать какой-то дневник дневник того что ну по бронешторм грубо говоря то есть набросать сперва идей каких-то то что приходит в голову потом посмотреть на каком-то протяжении времени сколько раз это повторяется то что я на бронештормил и все ли я на бронештормил может быть что-то добавить из того что вот я замечаю когда смотрю действительно внимательно то из чего состоит этот день неделя месяц а уже там синтезировать какие-то группы или повыдергивать эти ядра а потом подумать как бы как бы я хотел и тогда смотреть уже что надо менять что что чему что взаимоисключает друг другу ну и с чем я столкнусь вот из долгих долгих привычек например я я люблю читать и я могу если интересная книга я могу читать более десяти часов то есть прям если у меня есть возможность то есть я в это время почти не двигаюсь я пребываю в тексте в той картине которая рисуется в голове и я просто глотаю книгу я могу там книгу на 600 страниц прочитать за сутки сутки и это одна из тех там привычек которые приводят к тому что вот я сутки я почти не двигаюсь если есть возможность я читаю вот если на примере прямо вот этой привычки когда ты говорил тебе важно посмотреть на какую-то привычку найти в нем некий плюс что это для тебя сегодня дает и подумать как можно это ну другой некий плюс уже с учетом твоей цели жизненной переделать если посмотреть сейчас на чтение вот так что бы это могло быть как пример для критерия муд а а вот что тут внутри у тебя это как ты можешь это назвать да вот это что она тебе дает вот это пребывание внутри себя в этом мире вот для тебя это что Это просто прикольно. А какие это тебе дает чувства? Какой кайф? Я думаю, это связано с воображением и расширением. С прикосновением к неизвестному или к чьему-то внутреннему миру, который выражен через образы. Это про фантазии. Это про что-то такое. Это про что-то как фантазии, которая помогает тебе в чем? Да не помогает, я не знаю. Я не знаю, помогает. Это просто способ получения удовольствия и пребывания в комфортном состоянии. А здесь был бы, возможно, какой-то иной вариант пребывания в удовольствии вместо 10 часов поглощения книги? Как ты думаешь? Мне сложно сказать. Это нужно изменить привычку в плане... В плане переключения активности. Но вот как раз вот я считал, что вот эта вот сфокусированность, но она мне и помогает там и в обучении, и в работе. То есть я могу залипнуть в чем-то. А если это работа, то это вот в задаче. И всесторонне ее прокрутить. Вот эта вот способность усидчивости, она мне, собственно... А да, она помогает. Вот она помогла мне в том, что я делаю. Перебирать множество вариантов пока... Какая-то аналитическая задача. И могу при этом просидеть на попе. Все тебе восемь часов пока работаю. Иногда вставаю, а сделать чай-кофе. Поэтому... Да, она сейчас встроена в мою другую профессиональную деятельность. Но и вот здесь социальная приемлемая часть это то, что соберись, сфокусируйся, делай работу или то, что ты делаешь, ответственно отдавая себя всему процессу. Работа это не так может быть увлекательно, как с книгой или игрой, или с фантазиями. Но тем не менее она помогает. Или с учебой. Еще такую фразу сказала. Смена активности тут может быть. Как бы это могло лечь на... Или на критерии свои, или на процесс? Смена активности, она... Как гипотеза могла бы действовать. То есть есть куча техник, когда ты техника помодора, ты где-то работаешь, какой-то кусочек времени, а потом переключаешься, отдыхаешь. Я пробовал, но мне не заходит. По крайней мере... Что мешает тут тебе? Мешает то, что я переключаюсь. И когда я... Я, наверное, глубоко погружаюсь в то, что делаю. Чтение, работа, остальные действия. И выходить, заходить сложновато. То есть мне 15 минут не хватает. Помодоровский, там, или Псков. Пять минут. Вот ты и хотел найти критерии. Потом ты сказал в ходе нашей встречи, что, вероятно, может быть, это будут не критерии, вероятно, это будет процесс. Я заметила, что ты, когда начинаешь думать про критерии, ты описываешь процесс. Заметить, проанализировать, сделать слепок, наложить на прошлый опыт, подумать, что мне там, как я могу это заменить на другой. Что для тебя более важно все-таки сегодня, да? Вот у нас будет еще там 15 минут. Все-таки ты хочешь шаги процесса какого-то найти или все-таки больше сформулировать критерии. Как тебе? Сегодня скорее процесс, потому что как начало подготовки этого списка, ну и вообще, как я потом буду понимать, что вот это соответствует критериям, опять заняться, не соответствует. Мне нужен процесс для того, чтобы оценить. Просто критерии. То есть процесс, процесс это процесс, помоги, пожалуйста, здесь, это будет процесс, чтобы, чтобы что сделать? Чтобы рассмотреть и оценить. Чтобы рассмотреть и оценить. Если это процесс, да, то как он выглядит сейчас для тебя? Вот чтобы рассмотреть и оценить. Для начала рассматривать. Для начала составить. Ну, мне скорее нужно вот эти вот вспоминать те, что я ощущаю, как длительные свои привычки, которые могут потом, сейчас, когда я зарабатываю новые, а потом они могут всплыть. Через какое-то время, когда я захочу отдохнуть, например, вот они в тот момент могут сказать, так, мы были с этим человеком намного дольше, чем вы. Мы здесь главные. Просто мы ходили временно в вид подшиты. А теперь мы берем обратно все образы правления на себя. Тут и мороженое, и там, если я сяду, поеду куда-то в отпуск, надеюсь, у нас все будет хорошо, и мы сможем выезжать. Пойду в отпуск, возьму книгу, скажу так, давно не читал. Сяду, прочитаю ее за день, никуда не выходя. При этом потом выйду, скажу, какая классная книга, съемка я мороженая. И все. То есть, если я не пойму, что вот эта старая привычка, которая, в принципе, она же не такая вредная, она даже не настолько вредная сразу вот в моменте, как даже алкоголь, я алкоголь давно уже не употребляю, несколько лет. И это не тянет, не возвращает меня. когда я в компании, не в компании, в магазине. Не тянет вообще. Где-то когда-то я принял для себя это решение, что не употреблять алкоголь в любых количествах, оно для меня более ценно, чем употреблять. Я помню. Какой год тогда? В тот момент, когда это получилось? Ну, вот как раз обдумывание всех за и против. Обдумывание всех. Зачем? Это тоже некий процесс, да? Вот процесс обдумывания всех, да? За и против. Там более детально рассматривал, зачем он вообще может быть нужен. И я помню еще вот вкус, сейчас сказала прям захотелось там от серобунычка не качать еще. Потому что вкус некоторых алкоголев просто замечательный, поразительный. Но что потом? Что с ним приходит? Что приходит со вкусом? Со вкусом приходит все остальное. То, что мне не нравится. И то, что не нужно. Мне не нужно алкоголь, чтобы пойти там в центр танцпола и начать плясать. Не нужно. Не нужно для того, чтобы заговорить. Мне нужна скорее цель, а не алкоголь. И поэтому взвесив все за и против, оказалось, что вкус не так важен. А вот то, что остальное приходит, оно мне не нужно. И вот этот процесс надо переложить сейчас на все остальные вещи. На мороженое. Но как я пойму, что мороженое для меня, кроме вкуса, еще много плохого. Потому что оно же не так действует, как алкоголь. Там я мог четко оценить прохмелье и все. И я уже... После мороженка такого не бывает. Вот чего на не хватает нового, если сейчас попробовать переложить тот процесс, который был, да, у тебя, и для того, чтобы его в будущем использовать. Чего не хватает, как думаешь, в процессе? Больше информации. Потому что если с какими-то очевидно плохими вещами я могу на ощущениях это все сказать, что чувствую себя хуже. На неочевидных вещах как-то длительно, вот эта вот привычка длительно оставаться в одном, в одной позиции, смотреть даже. Я даже когда смотрю какую-то точку я почти не моргаю, потому что настолько сфокусирован, что могу даже не моргать. Это тоже плохо, но об этом нужно подумать и оценить на сборе информации, собрать информацию, доказательную базу и потом уже принимать решение. Потому что просто сказать так, я, наверное, мало двигаюсь, надо подвигаться больше, надо делать перерывы и добавить эту активность. Вот у меня есть трекер, а он меня там раз в час пингует, говорит, ты за этот час не двигался. Я такой, ну ладно, ничего не чувствую, мне плохо. Я не двигался, мне неплохо. Поэтому просто так напоминалки или какая-то там социальная информация о том, что надо двигаться чаще, она не действует для меня. Мне нужно понимать почему я буду прививать себе привычку двигаться. А что поможет, знаешь, вот это понять, да, вот это дополнительное вот это вот звено включить в процесс, может быть, как этап или как шаг процесса, как бы тебе было комфортно это назвать, чтобы это включить в жизнь в процесс твой, анализ. Ну, мне надо продумать, из чего этот будет процесс состоять. А там уже в любом этапе, который я оценил. И я там, ладно, после сессии я, наверное, попробую на примере этого отказа от алкоголя и от курения. Вот это не совсем работает так. Там я реально понимал после какого-то пика я понимал, насколько мне плохо от этого. А здесь я нет этого. Чем я могу это заменить? Вот мне надо подумать будет, чем я могу заменить вот эту укреплённость осознания, что это для меня не подходит. Потому что для кого-то сахар нормально, для кого-то углеводов больше, чем жиров, белков нормально. А я не знаю, для меня это нормально или нет. Вот сейчас, пока я буду в этом контракте сфокусирован, я смогу через тест крови для себя составить картину. То есть я сначала просто месяц без добавочных сахаров, потом я надеюсь выдержать какое-то продолжительное голодание, посмотреть тест крови, что там, когда там вообще ничего. Потом после этого выйду из голодания и попробую малоуглеводную диету. И посмотрю, что там будет для меня. И плюс оценю внутреннее состояние с вот этим. И вот это вот дополнительный слой, когда у меня есть информация о том, что происходит со мной. Она мне как раз и будет служить тем дополнительным источником уверенности. Не просто я читал, что вот так нужно делать и это для здоровья хорошо. А здесь будет вот я пробовал, у меня есть еще дополнительное подтверждение, кроме ощущений, еще подтверждение на каких-то показателях. И здесь я дальше принимаю решение. Если я пойму, что без сахара или там без углеводов малоуглеводная диета, больше жировая, мне не лучше, то зачем мне тогда отказываться от сахара? Я его могу сократить приемы, но зачем мне от него отказываться? Тогда вот мороженка мое, я уже не смогу сказать, что я не буду есть его, потому что у меня нет обоснований, у меня нет подкрепления того, что это правильное решение, это правильная новая привычка. А если будет подкрепление, тогда я смогу это сделать. И, наверное, это и критерий. И ты увидишь это как срез, как срез твоего здоровья, некий такой анализ. анализ, через который ты увидишь действительно, насколько это для тебя важно, для твоей цели, основной для этого баланса. окей. Скажи, пожалуйста, Олег, вот если взять, знаешь, за горизонт следующую неделю до нашей следующей встречи, я не знаю, когда у тебя назначен следующий срез, анализ крови, я не знаю, будет ли он или еще пока нет. Нет, 3 декабря будет. 3 декабря, вот пока его не будет, да, что бы ты хотел взять, знаешь, в работу на послесессии, для того, чтобы, как ты говорил, дать тебе важно вот эти дополнительные какие-то, может быть, пока не на себе, потому что среза пока не будет, но какие-то дополнительные вот такие данные для процесса, ну, процесса, анализа. Ну, в процессе, с точки зрения процесса, мне надо понять, что, ага, если мне сложно оценить действие, воздействие новой привычки на организм, то мне нужно понять, как я могу подкрепить это с точки зрения вот этого еще среза информации, то есть эксперимент провести и получить какие-то результаты. Вот это, наверное, часть будет моего процесса, как я буду оценить, что это привычка, проведение эксперимента, да, проведение эксперимента, как часть процесса, и это будет дополнительным подкреплением для тебя, да, понимать, насколько это действительно идет для тебя в плюс или нет, насколько нужно отказываться от того же сахара, ломость, или вообще никак, или вообще не отказываться, то есть это некий такой уже, знаешь, как бы диагностический инструмент. Да. Может ли еще что-то помочь, как ты думаешь, именно вот в этом процессе? Пока не знаю, мне нужно пробовать это, потому что сейчас это я могу в ходе и этого контракта испытать, а дальше уже, думаю, в декабре мы можем еще раз вернуться к этой теме, потому что у меня уже будет возможность проверить на ближайшее время возьмусь все-таки сделать какое-то описание своих тех привычек, с которыми мне кажется нужно поработать, которые мне кажется они более глубокие, и мне кажется, что если их заменить, то изменится что-то во всей системе. Вот здесь это наверное основной фокус мою следующую неделю, а может и две, подумать и понаблюдать за собой, повспоминать. как ты будешь это делать? Ты до этого говорил некий дневник, как бы ты хотел, как тебе будет удобно? Я наверное буду это делать в моменты прогулок с собакой, потому что мне нравится думать на ходу, и я могу просто какие-то мысли мне удобно их сначала надиктовывать быстро, а потом уже прописывать и дальше продумывать, строить связи друг к другу. Окей. Олег, у нас еще около пяти минут, как хотел бы их еще провести? Сегодня сессия была такая плавающая, я чувствую, что результат он больше на уровне каких-то опять-таки предположений, но я не ожидал, честно говоря, ничего-то другого, потому что прям заходя в сессию, я не знаю как к этому подступиться, не знаю как оценивать, но так как я сейчас отступил на шаг назад и до того, как вывести критерии, понял, что мне нужен процесс, то мне сейчас более, я чувствую более уверенным себя в том, что это будет дальше распутываться, потому что когда я заходил с критериями, там очень много сомнений было, сейчас с этого сомнения можно поделюсь тоже, да, я тоже видел это сомнение, когда ты говорил про критерии, и когда ты говорил именно про сам процесс, у тебя действительно менялись, у тебя жесты появлялись, у тебя некая энергетика, то есть ты прям процесс весь представлял, как ты это будешь делать, да, и мне показалось, что критерий, он как раз и будет неким следствием вот этого всего уже проработанного некого процесса, потому что без того, чтобы, как ты сам говоришь, тебе важно во-первых заметить, потом проанализировать, делать некий срез, да, потом только сделать слепок, для тебя важно пройти, вот как я вижу, все эти шаги процесса, для того, чтобы у тебя выпал некий критерий, как бы сверху процесса, вот мне так оказалось, а как тебе? Да, так, по крайней мере, это более подкреплено не только ощущением, потому что ощущения сегодня одни, завтра будут, когда для памяти нужно что-то другое, то есть мы ощущения, можем ощущать одни и те же эмоции или чувства по отношению к разным предметам, вещам, объектам, поэтому вот такой списочек информации, которые связаны с этими ощущениями, они для меня более ценными являются, более долгоиграющие, более, дольше, дольше, часто еще можно использовать, обращаться к этому, да. Можем ли мы идти к завершению? Да, да, спасибо. Спасибо тебе за встречу, желаю тебе продуктивной прогулки и осознанной собакой, и чтобы это потом все отразить так, как ты запланировал, чтобы у тебя это все любило, этот процесс. Спасибо большое за встречу. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо.